Решение о создании в МВД специальных подразделений по работе с общественностью было принято 10 июня 1983 года. В рамках Андроповской реформы органов внутренних дел СССР Марина Мальцева участвовала в создании милицейской прислужбы в Пермской области. Тогда перед старшим следователем Мальцевой поставили непростую задачу – освоить сразу несколько совершенно новых профессий. Надо было все. Мы же универсальные солдаты были, у нас не было большого штата. Ночью поднимают тебя на происшествие, не будут же всех троих поднимать, поднимают кого-то одного. Выезжаешь с камерой, с диктофоном, с фотоаппаратом. Все это потом, тогда не было цифровых фотоаппаратов, мы там снимали, я уж не помню. Зенит у нас был первый фотоаппарат, представляете, что это такое? Печатали черно-белые фотографии. Рухнул Союз, начались бесчисленные военные конфликты в ближнем зарубежье, затем Кавказ. Вместе с другими сотрудниками пермской милиции туда отправились и сотрудники пресс-службы. Марина Мальцева стала очевидцем тех трагических событий. Благодаря ей и другим сотрудникам пресс-службы родственники милиционеров могли оперативно узнавать о судьбе родных и близких людей. Задача-то была как можно оперативнее передавать сюда кассеты, ролики, в общем, все, что получалось. И, конечно, мы всеми правдами, неправдами, из всех 11 кассет у меня потерялась только первая. Наши пермяки получали информации гораздо больше, нежели получали даже через федеральные каналы. Мы, допустим, четко знали, что там происходило. И, в общем-то, где-то даже с помощью вот этого всего мы смогли организовать и сбор некой гуманитарной помощи. Потому что федеральные каналы информацию несколько скрывали. Роль пресс-службы краевой полиции не поменялась и сегодня. Благодаря их круглосуточной работе население и региональные СМИ получают своевременную информацию о том или ином происшествии и его последствиях. Сегодня пресс-служба главного управления МВД Российской Федерации по Пермскому краю – это, пожалуй, одно из самых четко отлаженных подразделений такого характера. Они по-прежнему взаимодействуют со всеми печатными изданиями региона, с большинством радиокомпаний и, конечно же, с нами, с телевизионщиками. 23 человека личного состава в любое время дня и ночи, в будни, в выходные готовы выехать по звонку на очередной выезд. Ничего не поделать, такая уж работа. Антон Шибанов, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей. Антон Шибанов, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей.